вот мы услышали историю от виталика я думаю многие наконец-то из вас и услышали я рад что вы услышали именно с его стороны с его уст историю насколько она как бы логично на насколько она ведь его там не было для вас каждый я думаю сделать свой сейчас свой выбор у каждого свое мнение я видел что комментарии разнятся там ну вот этот человек как раз таки я хотел сказать что человек из-за которого я уехал домой сюда в калмыкию будучи в москве на тот момент находясь перебиваясь непонятных заработков никакого отношения калмыки не имел и не не подпитывал ее и грегор так скажем не особо тогда я часто это говорил на калмыцком языке вот и благодаря виталию именно как бы благодаря ли из-за него я не знаю то есть он не постоянно убеждал в том что я должен вернуться в калмыкию и я на тот момент меня к своему творчеству и тому что мы сегодня делаем то что мы делали вместе с виталиком я относился неоднозначно несерьезно то есть я не видел в этом большого будущего или свое основное занятие несмотря на то что мне очень нравилось заниматься музыкой и все статистическое время свободное после того как я свою футболу с программу я постоянно периодически не зависал делал какие-то пробные биты но я это никогда не показывал людям особо не демонстрирую потому стеснялся я вообще себя не ассоциировал с творческой такой какой-то жизнь с творческой тусовкой особенно к творческому милу калмыкия себя я не относил и для меня вообще был там чтобы я начал что-то петь и исполнять для меня это было дико там не непривычно там антипевец как-то ну я тусовался с кишинерскими пацанами ходил тоже вот такая вот история и вот потом судьба нас перепелилась виталиком в одном институте и мы мы учились в одном университете в герцена и вот с тех пор наша дружба как понеслась и мы начали вот их создали потом как вы все знаете иткл да 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 вот создалась иткл организация которые мы были были там как бы и крутые очень на мероприятие дела которые мы делали и были разногласия да потом мы уже набирался новый состав и все это все это было и вот потом стали как виталий как говорили проходите как то халимк келена асхым да халимк асхым вечерай итклин асхым бейгален андамбре халимку цукурад неген неген мендилад байрулад там белгдегелі казат тире одах арбатын арбатын дуэндэ энтенде там паагады нөр или там энтенде карошно центры нөр энтенде мадын хуқурагат белгдегелі домбыр цокад там байрулад инагат шаукушоғлад шаукулджағат и после этого вот как бы так вот рассказал вам виталий тебя начались проблемы там общественной организации и вот его в частности после его активности в парламенте там молодым молодежным вот он как бы ну все знают что как бы все вы знаете он уехал как он сейчас он рассказал эту историю как это все происходило и в целом час выразил виталик на редко он выходит в эфир и со мной на связи тоже редко но я очень рад тому что он именно этот человек сегодня высказался вышел в эфир и это было действительно мне кажется очень сильно сейчас и тут уж и ребята для кого как эта информация которую подкинул виталий должен каждый для себя сам как бы в том или ином ключе понимать единственное как будто мне было обидно что сейчас люди писали ему там не очень хорошие вещи некоторые что он там свалил или еще что то там человек сделал свой выбор и никого он не призывает он же как бы вот сам об этом говорил я думаю и мы по комментам посмотрели под посудили что мнение тоже разнятся у многих конечно все многие большинство из нас всем темы как будет уважаем виталика мы все его знаем его вклад в развитие молодежного такого основана этноцентризм именно движения как бы его вклад в это движение современно молодежно конечно неоценимый большой вклад и я рад что у нас все так произошло я ни о чем не не жалею то что как бы как сложилась история с икры потому что икрыл он до сих пор жизнь в каждом из нас в тему кто входил него у нас кто разделился мы и кто где сейчас кто кто-то какие-то посты занимает а кто-то там продолжает заниматься творчеством музыкой кто-то сейчас он с батой сергеевичем рядом тоже там ходит это тоже открывается боевики я знаю на ранах бодри в котором все знаете он помогает счет басенгеевичу это тоже пиловать мой друг который снимался у меня в клипе ура дурны помните клип где там вы все видели где я на машине с девушкой и там бои снимается он красавчик калмыцкий макгрегори вот она называли вот сожалению сейчас мы не так с ним часто видимся видимся только вот последний раз он меня фотографировал когда я стоял в одиночном пикете он вышел с мэрии с фотографированы поздоровалось со мной говорит менты брат ему дэброт его мне фотографировал и понес фотографии видать под сергеевичу или куда туда вот ну я еще последнюю его слышал на встрече за то сергеевич именно в богатую в том самом пресловутом где вот эта вся история с бутылкой произошла наша личная встреча и там же да но вклад его конечно виталька огромный и вклад выткрыл в развитие все огромный поэтому Поэтому мне обидно, что сейчас люди пишут ему, вот, свалил или не свалил. Я бы не стал никого осуждать, тем более, ну, все мы знаем, нельзя судить, не пройдя в его сапогах, да, вы не знаете, с чем человек столкнулся, и у каждого есть мнение, как мы сегодня все считаем, что мы должны выражать свое мнение, вот Виталий сегодня выразил, я им очень благодарен, потому что в самый нужный момент он тоже дал какую-то пищу для размышлений, и, возможно, наоборот, кого-то даже и направил именно в нужное русло. Допустим, я с некоторыми моментами с Виталиком не согласен. То есть у нас всегда были с Виталиком разные на какие-то моменты, у нас были, конечно, общие взгляды, но были всегда разные. Виталий об этом прекрасно знает, и он знает меня, мою позицию, мой характер, мое отношение ко всему этому, и мою искренность. Он прекрасно знает, я всегда не молчал, никогда не молчал, если я был в чем-то не согласен, и говорю там, поэтому я сейчас тоже после эфира решил выйти и высказаться о происходящем. Я, безусловно, согласен со многим, с тем, что, да, действительно, надо смотреть, конечно же, выше, если на все это смотреть, то корень зла можно найти и как бы вообще в самой Америке, потому что для меня вообще вся эта система, это все равно дочерняя система там и американской ЦРУ, и там ФСБ, и всякие там, это все одночерняя, и вообще МОСАДА для меня, если так это взять, все это все равно мировое правительство в любом случае, если так взять. Единственное, что как бы это мировое правительство распределило так вот по миру, где какой конституционный порядок будет, и вот как бы, для вас мы так сегодня живем, значит это удобно кому-то, ну, к мировому правительству, наверное, и вот к мировому финансовому этим всем. Ну, это мое такое дилетантское мнение, я прошу там как бы не брать его там за истину какую-то последнюю инстанцию, не надо меня обвинять, потому что я там навязываю, вот это мое мнение, я могу ошибаться, я сейчас пока не читаю комменты. Ну, вот единственное, я согласен, логика в его словах, Виталий есть, несомненно, и, конечно же, он старает, так как он читает больше меня буддийской литературы, я в этом ему склонен доверять во многих именно взглядах, но единственное, как бы, это все хорошо звучит, да, с его слов, но вот комментарий Сота Амунова там, я как бы немножко, да, меня тоже как бы немножко отрезил в этот момент, то есть я так прямо сладко-сладко слушался в речи Виталика, она четко и логически ложилась, но вот Сот меня отрезил, потому что он более корректное сравнение привел, как вы все видели, да, то, что это, ну, это действительно не муж, а, да, это мать, то есть действительно я родился на этой земле, и я не могу сказать, что это муж, с которым я могу расстаться, ковнукия для меня, и я скажу так, ребят, но я уже говорил, что мне, допустим, мне еще больше, чем пять лет назад, когда мы только начинали свой творческий путь, мне уже писали американский Холлингут, и были там и приглашения там открыты, и были, как бы, просто, знаешь, такие вот, пробрасывали письма о том, что не желаешь вообще приехать сюда, посмотреть, ну, в первую очередь приглашали, конечно, с концертов, чтобы там, ну, зажгли, там, с колумбинским рэпом, с колумбинской музыкой современной, и публика, я так понимаю, я так понимал, на тот момент уже сформировалась, есть люди, были люди, которые уже знают там в Америке, мне постоянно тоже люди пишут, писали, и до сих пор иногда все равно в Америке пишут Холлингут, вот, как там, какая, я редко выпускаю треки, песни тут, ну, так бывает иногда, пишут отзывы, там, здравствуйте, меню туда-сюда, вот, там, сейчас едем на какой-то там бич, сейчас звучит ваша уродурн здесь, короче, вот мы качаем, или там, юргия, или там, бадон, ты там читаешь, вот они все отзываются, и действительно было дело, что меня приглашали туда, и мне говорили, что там есть два хурула, за которыми даже не некому смотреть, то есть нету настоятельно, ну, на тот момент не было, мне предлагали даже на первое время жить там, то есть предлагали даже условия, и первую зарплату, которую я мог получать за то, что я обучаю детей калмыцких эмигрантов калмыцкому языку, введению, там, в культурологию нашу калмыцкую, там, какие-то основы, там, игры на дамбре, ну, и какие-то нравственные нормы, чтобы, типа, ну, воспитывались среди детей. Мне эта идея, конечно, понравилась, хорошая такая, ну, так сказать, заманчивая она, Америка, круто. Ну, вот я, ну, все равно, постоянно был в смятении, и, как и любой другой человек, там, поездок через чем туда, куда-то далеко меня, там, тем более Америка, сходу, там, Керин Меддегова, да, что там будет делать, да, лучше, да, лучше первый парень на деревне, чем последний в городике, дихлядь, дихлядь, тем более, с Москвы приехал, непонятно, там, занимался еще здесь, нормально не устаканился, и я поэтому пока не стал, тем более у нас на тот момент выткрыли все замечательно развивался, и здесь вроде бы как общество у нас поддержалось, общественность, молодежь, там, да, стали поддерживать, музыку мы стали выпускать, понеслись, у нас концерты здесь, движения, ну, конечно, все это было на энтузиазме головом, без денег, без копеек, там, я и до сих пор, собственно, на всем этом, никакого особо, там, скарба себе и не скопил, еле-еле, как бы, вот, мы с женой пытаемся здесь, квартира, кредит, там, все, и больше, ну, не более, то есть она в свое время даже в Питере зарабатывала намного больше, чем я, работая врачом, но вот мы решили вернуться домой, чтобы здесь платить налоги, здесь расти свою дочь, ну, я, как бы, и уговаривался, ну, я бы, я могу таксистом работать, говорю, там, в Питере, и получать, ну, там, полтинник минимум, там, нормальный пацаник в работе, я знаю, они 100 тысяч делают, 120, там, 150, кто-то делает, кто-то вообще нормально, там, начинает грузоперевозки, занес, да, чем угодно можно заниматься, и, на самом деле, получать намного больше, чем то, что я зарабатываю сегодня, там, проводя свадьбы, выступая на мероприятиях и музыку, там, там, как бы, прописывая вечерами, но, единственное, что, как бы, я для себя точно устакану, то, что я не получаю ни от одного занятия такого громадного удовольствия, как от занятия, когда, от того, когда я пишу музыку, когда я создаю эти треки, когда я получаю отзывы от слушателей, комментарии их, когда меня это, вот, это главный, наверное, мотиватор того, то есть оценка качества продукта, оценка, там, этого, креативности, это был главный мотиватор мой, я на тот момент тоже сильно не задумался, но потом произошел момент, вот такое, вот, такие изменения, и, конечно же, я все это наблюдал, и все больше и глубже осознавал эту ужасность этих событий, циничность, да, сегодняшних, сегодняшней правды, которая льется нам из телевизора, из газеты, и, что это, на самом деле, как мы видим, не соответствует ничего действительности, и ложь, это стало абсолютной нормой сегодня, что подача информации населению, и недоверие, вот эта озлобленность, агрессия, это, вот, первые, как бы, визитные карточки России, и плюс я к этому еще очень плотно, как бы, это осознал съесть, так же, дважды побывал в Индии, в Дрипунгаманке, когда мы снимали фильм «Я монах», вот, о монахах, где сценаристом, я режиссером выступал, фильм о нашем Бакше, о нашем Геше, первом постсоветском мы снимали, амутли-авьянами нашим, и раскрывали тему «Санки», там я увидел тоже многое, сравнил и конституционный порядок, и потом съездил в Китай, а в Китае там мне тоже Холингут синьцзянские, которые живут, они вообще там для меня показались, блин, боги неба и земли, то есть, я развеял свои мифы о синьцзянских калмыках, как там о бедных наших родственников, живущих до сих пор в юртах, то есть, я почувствовал там, на самом деле, еще больше крепкий национальный корень, несмотря на то, что это в Китае и в Синьцзянке, там, где притесняют уйгуру, калмыки себя там чувствуют намного бодрее и веселее, чем сегодня мы здесь себя, и замечательно, они сохраняют свой язык, несмотря на многомиллионную, там, мультикультурный Китай и Синьцзян, там, в котором больше, там, 15 языков и национальности, и учитывать тот факт, что калмыкии, там, одни из самых малочисленных народов по сравнению с, там, с трехтысячными киргизами, с двухмиллионным казахским народом, в Синьцзянке представленном и 16-миллионным уйгурским народом, калмыкии – это как общая капля в море, там, да, но, тем не менее, они до сих пор все ходят в национальных одеждах, тем не менее, калмыкии, там, все до сих пор говорят на своем языке, и, там, вот, конечно, сейчас начнут говорить и появляться комментарии о том, что, ну, они, там, китайзированные, они с китайским акцентом, там, говорят, еще что-то, я вот не понимаю вообще причины появления таких комментах, прям, в данный момент не вижу, почему люди об этом пишут, это от зависти или от чего, или, и в тот же момент я еще хочу дополнить, потому что мы еще более обрусевшие здесь, чем они, там, в многомиллионном Китае, а китайны, понимаете, о чем я, то есть, но, тем не менее, именно в Синдзиане, дорогие друзья, я пересмотрел свои взгляды именно на родину, на понятие вот такое, как родной нутук, еврягазыр и все такое, когда мы выступили с Аркадием Номиновичем и с Геляной Бембеевой, с Дианой Басхамжиевым, впервые на большой пекинской сцене, и впервые в Пекине был такой концерт под названием Калмык Поп Перформанс, где мы представляли поп-музыку современной калмыкии, и я считаю, мы успешно очень концерт дали, где была большая диаспора, калмыцкая, бурятская, монгольская диаспора, находящаяся в Пекине, то есть, деловые бизнес-круги там присутствовали, и это было впервые за всю историю, что в Пекине именно калмыцкий концерт, не в Синдзяне, не в Синдзяне, не где-то там, и там был, после концерта, знаете, я что там еще узнал, я вот всем рассказываю постоянно, я поразился от того, что насколько там Бурхун, наш Аркадий Манджиев, наш Аркадий Номинович, то есть, я поразился от того, от отношений к нему, людей в Синдзяне, в Китае, которые буквально носят его на руках, он для них сравним с Бурхун, это так же, как в Индии мы приезжали, там, когда называешь имя нашего Ша-Чин-Ламы, там люди наравне с Далай-Ламы, вот так вот сразу преклоняются, они преклоняются, да прикасаются его портреты, потому что, ну, мало кто из нас сегодня осознял, что наши Ша-Чин-Ламы, Духовные Ламы, он еще и перерожденец, святого Тилопы, да, великого мыслителя тибетского, и плюс этого он был объявлен перерождением именно самого, но самим Далай-Ламы, он является, как бы, потомком белокостных калмыков, первой эмиграцией, находящихся в США, и именно там, в США его впервые на аудиенции у Далай-Ламы, и этого мальчика показали, которого в дальнейшем признали, как бы перерождение святого Тилопы, он 16 лет проучился в Дрипунгаманге, держа монашеский обед, и по просьбе нашего Далай-Ламы, он снялся монашеские обеды, чтобы заниматься административной работой в качестве полномочного представителя Далай-Ламы в России, в 8 странах СНГ и ближнего зарубежья, вот, и сегодня он таковым является нашим, Далай-Ламы, и так как монахам нельзя заниматься административной работой особо, и тем более, как бы, вести переговоры в деловых кругах, поэтому ему он был вынужден, я так понимаю, по просьбе или по намеку Далай-Ламы, то есть он снял себя монашеский сан, но он остался ламой, то есть учителем он остался, и он может давать учения, как бы, да, единственное, как бы, вот, на какие-то пуджи, на какие-то отдельные молебны, там, на индивидуальные, он уже не дает учения, потому что у него уже теперь есть семья, у него есть супруга, вот. И к чему я все это веду? Так, возвращаемся в Синьцзян, там же мне, я поразился вот от того, что Аркадия Манжиева носит на руках все, и они просто преклоняются все к ним, когда к нам, именно из-за него была громадная очередь из людей, синьцзянских калмыков, влиятельных людей, из бизнес-кругов, там, из творческих кругов, из разных, которые хотели, просто вставали в очередь для того, чтобы накормить нас, то есть, ну, отужинать, накрыть стол именно вот в каком-то своем месте, в своем ресторане, то есть мы, у нас был график распитан в течение двух дней, у нас расписан график по два часа, мы два часа в одном месте где-то ужинаем с одним человеком, два часа едем в другой ресторан с другим человеком, и там была очень сильная нагрузка вообще, это и моральная, и эмоциональная, физическая, сами понимаете, я еще человек не пьющий, а там в Синьцзян все пьют, и там считается как бы нормально, но единственное, я хочу, что у них есть культура питья, у них среди Синьцзян нет пьяниц, алкашей там совершенно, но в то же время они пьют намного хлеще, чем мы, намного больше пьют, чем на калмынских свадьбах, у них нет понятия там, я не пью, я отказываюсь, потому что там это считается непонятно, если ты отказываешься, то есть от питья, и тем более, когда там выходит, вот так вот наклоняясь, вот так вот подносят эту водку вместе с этими ходаками, и там невозможно не выпить в этот момент, как не выпить, и вот приходилось как бы контролировать все это, смотреть, за всем этим наблюдать, и самое главное, я хочу сказать, что там я с ума сошел, от того, насколько повсеместен там калмынский язык, даже в Пекине, среди калмыков, то есть куда бы мы ни едем, если мы встречаемся с калмыками, то только говорим на калмынском языке, и... И вот я поразился, насколько там повсеместен калмынский язык, потому что там везде, я не знаю китайский язык, ну, little English, как обычно, стандартная школьная база, там английский вообще никто не знает, никому английский нафиг не нужен, но он там не в почете особо, плюс еще китайский язык, если они говорят на английском языке, то с таким ужасным акцентом, потому что там русский акцент, по сравнению с ним, это вообще нормально, и я очумел там, то есть от этого всего, они еще кому-нибудь, все керят, да, там, все они крутые, все они там, ненекте, тимы, ачангы, ну, я гаденч, а, бишудэфир цуучина, доча, бара, йо, тэйо, йо, папа, дэна, чак, чак, шу, бара, извините, друзья, здесь... Вот, и, значит, там, я с ума сошел, в общем, я офигел, вообще, нифига, калмыкия, холингут, цук, холингар, кюнджанэ, да, все мне еще там, да, мне еще Аркадий Неминович говорит, смотри, только деньги не бери от них, тебе сейчас будут деньги давать, там, они все богатые здесь, короче, не бери деньги, смотри, он мне предложил, я говорю, почему? Он говорит, ну, там, вдруг, ты не забывай, откуда мы приехали, ты контролируешь здесь все, смотри, ты молодой, ты более, там, с собственным вниманием, более, там, выносливый, и мы уставали, утомлялись после всех этих ужинов, ну, вы сами понимаете, плюс после концерта, и поэтому мне, я постоянно, мне приходилось быть, ну, все равно я ощущал такой, он у меня такой важный фразер, когда на минус что-то момент там мне сказал, не забывай, кто мы, откуда мы приехали, и чьи мы интересы здесь представляем, я только тогда подумал, кто мы, ну, они же тоже калмыкии, мы же, грубо говоря, калмыкам приехали, они же такие же калмыкии, какая разница между нами, мы калмыкии, они калмыкии, ну, как бы, они себя не называют калмыками, там, называть себя тургут-монголы, хохошут-монголы, дырют-монголы, и, как бы, я думаю, блин, почему, не понял, прикольно, ну, ладно, как бы, да, и они мне потом наедине уже одни, когда я уже слова, там, первый раз я за одним столом сидел, и тоже, как бы, слово говорил, когда все сказали слово, там, очень много было представителей разных районов, Синдзяна, там, их не, их не самонов, ахлачи сидели, я тоже, в один интеркасы, спросилу, разрешение оркадинамин, что я сказал, что я сказал, значит, так, ода, интегрик шереде сулухла, би ухаган дедир, джоннап, күнтен мене элген садын, юнган бекле, манады, халмикты, эйджелин көвет, тейми, саяхин айлық уға, тейми, саяхин керин уға, тейми, амтта хуту уға, деген, ну, да, манады, тейми, саяхин инеттә шоқта, ду ну бас уға, зөгі, зөг менады, мана мини нұтықты, тұста жеріктә олсы бәні, манады, мана бақшүтті келін дейми уға, мана бақшүтті ухан дейми уға, но мана бақшүтті жерік бәні, сеткіл бәні, сысын бәні, юнгад кеккілі, мені нәйжінір тұғар зөрікті, юнгад кеклі, мені нәйжінір, то есть, мы甚麼 ссоры соната. Их народное. Их хозяинство соната из-за того, чтобы безtar богатства. Я говорю, что у меня здесь есть толк. Люди из-за колуменков говорят. И один, один, один из-за кто-то, один из-за того, что я узнал, что они здесь, у меня там, на самом деле, там, Затанов. А вообще, это второй Синдиано, Сергей Колуменков. Они узнали, что я с Аттыми, он здесь, о-о-о-о-о, чей манах-на, чей манах-на! Как вам нужно прижать с из-за тюрьмы? Как вам нужно из-за этого, И я говорил, что здесь есть на самом деле ни одна Она говорит, что все было. Этаamyка не знает Он сказал что дитя большеSP. С там дитя больше, чем она. У меня действительно, когда я встретился таким колонненьким, я почувствовал в себе силы такую, что мы не просто какая-то маленькая нация, это действительно этнос. Именно там и я чувствовал, что ха лингуд, прикиньте 5 тысяч километров друг от друга, они там, а мы там 200 тысяч. И мы все равно сайтняемся, и до сих пор, через столько веков историю, мы не келедем келыхле, до сих пор общаемся, и осознаем, что один народ не гнился. И именно тогда я понял всю силу и мощь калмыцкого народа, и тогда я сказал, Би кемян сөр жана да, танды бас сайхым, берге сайхым бол жана, но зу га, мини тэрсгын қазыр, эншин хайлмын қазыр. Еонға бекхіле, би, екіліхіле, би, дүйінгі жа, хайлмын кежі мини нерің, хайлмык би хайлмын көп. Уже потом би уже торғуд, потом уже би татын-атын лору, и манады торғуд чин, дөрвуд чин, хошуд чигін, бузақ чигін шең қарсын манада, нақад, эл дзюңғар бәйінеде, тир, яманан тоқмарын болықла, мадын тұлға хайлымгуд, мадын не турғуды, мадын не дүрвуды, мадын хайлымгуд кежеқтар. Уже мене, юнын шесті они умирали, маіне предки умирали ими калмык, я үмэйдың, мая родина, калмыкия. Я Adanaadat это көп. Я им говорю ой-ай-ай-ай-ай-ай. То есть, какой-то они поражались нам, насколько у меня они говорят, у тебя чисто калмыцкая там облик, внешность, чисто калмыцкая внешность, у тебя чисто калмыцкий язык, до сих пор никаких различий, там есть районы, которые вообще даже диалект не отличается от калмыцкого, как будто я с Джалыкова не уезжал, вот джалыковские бабушки, с которыми я рос тоже в детстве, вот я как будто их слышу, да, и они мне говорят, ι а, че ты, ой, ях сен, че, ухатта, м, ухатта, м, занкта, кюн боле жана. Я говорю, би омкта, енкак, ехая би халмгуця, я говорю, би тендэ, стерджи кажутся, мини отвеютныр, мини отвеютныр, мини отвеютнын, мини отвеютныр, кехшнау еждеж, те, 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 те уже, уже, уже кровь пролили свою понимаете из-за слова калмык тут у нас умирали люди тоже и давид угутин что давид ники чугутина у нас сидел за слово от правды я не отрекался не позабыл природный свой язык под именем казаха и гулята не прятался я был есть калмык да и он сидел он не отказывался от своих политических взглядов и у нас таких примеров достойных тоже очень много и несмотря на то что виталия тогда танцевый был сделан а я как бы я его не обвиняю я наоборот приветствую потому что он сделал это в первую очередь для себя чтобы расти я вон над него ему доверяю как как пассионарному калмыку как калмы который влияет на действительно влияет на сознание людей я ему доверяю что это его правильный выбор именно там он добьется успеха и это видно посмотрите какой он более уверен он говорит я приятел здесь обеспечен и доказательства уже там есть не один человек говорит уже я вот ездил туда в америку не виталий боков принял там дома там и даже женя сакотел по моему пересекался на русский наш парень с листы и то они считали там пересекли случайно где-то там виталия там что-то такой он даже там по-моему переночевал я не знаю в общем это доказательство и тому что виталий верен своим словам я даже не сомневаюсь и это его выбор но никого не присняет никого не призывает но он говорит об одном направлении он говорит отказаться на правильных я вам тоже сейчас хочу сказать о таких вещах мы сегодня сильно эмоциях понятно что да но у меня все равно маме не а вы тоже индивиана точно включение я как я говорю да вот эта пословица ханг у сны дунде сарлаты я бы не хотел омрачать многих здесь своих своим отъездом я могу легко уехать хоть синдзян в китае хоть в америку в канаду там я не знаю везде земляков хватает и поверьте есть земляки которые готовы помочь которые говорят одни бросай все это вообще киридо чем-то и ничем холстом кельдо давай наверное не дайте давай модуль здесь как мышь найдем все ханган ханган через десять лет по-любому ты уже заработаешь дома ха хату купишь там дом целый нормально как раз тогда из гражданства проще тогда власть поменяется зачем ты там нужно тебе сейчас мне сейчас пишут такие вещи но я хочу сказать друзья сегодня я стоял с теми людьми и там на сцене осталось теми людьми которые живут здесь и семьи здесь и так как они сейчас никуда уезжать не собирать я тоже уезжать пока никуда не собираюсь я хочу сказать что если мы сегодня здесь то я все равно не согласен с тем что потому что также далай ламса сказал что самая лучшая молитва это действие это действие друзья и можно как я не хочу сейчас никаких палку кинуть благород виталика который я очень уважаем благодаря которому я сюда вернулся в калмыкию и до сих пор здесь нахожусь я до сих пор благодарен виталий за это вот но я все-таки верю в осознанность человеческую тоже ну как бы люди все склонны менять мнение вы ж сами знаете вот сегодня мы думали так завтра я не исключаю что я завтра могу вообще по-другому рассуждать но пока на данный момент я рассуждает так я также верю в то что и люди те которыми эти посылки даем делаем то что в какой-то момент они могут осознать этот момент конечно я понимаю что там мерпантильные интересы намного выше на чаши весов и там для многих людей сегодня понятия чести и достоинства это они не имеют так столько такой чаши весов особенно если это касаться на национального плана национальная гордость сегодня она у нас обесценена у многих калмыков это действительно так не это видим мы это видим наблюдаем потому что происходит с калмыки и виталев во многом прав то что он говорит но опять-таки я работаю над собой и мне комфортно именно здесь калмыкии я вообще считаю что эльдечки мухла мадна ухан миды цуарады не отходят то есть если у тебя есть голова на плечах то ты нигде принципе не попадешь все это относительно то есть если ты лентяй я знаю что лентяя что он здесь лентяй что его в москву отправляем как моего там дядьку который новым не любит работать он любит отдыхать вот немножко в москву где там там все работают халингуда он все равно там отдыхает все равно за рынка на воде на понимаешь это это все зависит от человека и все в нашем мире относительно правильно если исходят исходя от того же этого буддизма вот поэтому я опять таки никого ни к чему не призываю оставаться здесь то есть я хочу просто показать относительно всего сейчас и относительность мнений и относительных взглядов наших но в то же время показать то что мы все в одной мысли все равно едины мы все равно переживаем за наш калмыцкий народ кто бы там где не был и вот это то что виталий сейчас выйду вышел в прямой эфир за сколько тысяч километров из океана и также сказал свое слово для меня это чей дима это дряда она по-другому если по простому говорить а вот входить в историю конечно можно много хайд да и россию хайд который мы живем но с другой стороны да я знаю что я многого бы не узнал о калмыках если бы это не было напечатано русскими и на русском языке и как бы виталий ведь тоже говорит что он уважает русский народ и мы не националисты мы признаем абсолютное равенство между народу и любовь к своему народу абсолютную любовь к своему народу это должна быть нормой в любой нации или в любом этносе который себя относит какой-то нации да я уже говорил что не долго раньше рассуждали основными изомерами нации вот как виталя раньше нам постоянно говорим, является языком самосознания. Но, к сожалению, самосознанием еще вроде бы, более-менее не то прохрамmet, а с языком вообще-вообще плохо. И сегодня основная из наших проблем, это отсутствие языка именно. Я считаю, что если бы все калмыки говорили бы на калмысльом языке и между собой разговаривали на калмысльном языке, у нас бы не было вообще разногласий таких, которые мы имеем сегодня. У нас не было этих законодательных распри, мы-то, мы по-правому живем, по этой конституции, по этой гнилой, беспонтовой правовой конституции, которая коррупционная, полностью прогнившая, которая не оправдывает себя сегодня. Если бы мы сегодня национально стержнем держания, допустим, как туинцы или как якуты, если бы у нас был свой язык, у нас было бы свое мышление. Поверьте, у нас бы своих, у нас бы много вопросов просто отпадало бы. Просто отпадало, понимаете? Мы бы не разговаривали. Но что мы сегодня видим? Наши лидеры никто не поддерживает из калмыков. Хотя калмыки один из самых пассиональных народов, да, считался в имперской России и в Советском Союзе. Один из самых пассиональных, ярких, выстреливающих таких, который влиял на целое пространство, на целое пространство Центральной Азии влияло, на геополитическое пространство, у которых была своя империя, своя конституция, своя письменность. У нас даже казахские ханы есть в библиотеке, в национальной, в российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Есть письмена, которые я лично читал от казахских ханов. Жалобы были на российским царям, которые они писали на калмыцком языке, на тот обечит. Представляете, калмыцкий язык был языком международного общения. То есть на тот момент это была вынужденная мера, потому что вокруг все говорили на айратском диалекте, понимаешь? Не знать его было проблематично для себя. То есть ты мог многого лишиться или там, я не знаю, то есть на тот момент было круто знать от нашей языки и важно знать. И писали именно на тот почему, потому что у казаха на тот момент не было письменности, это понимать. И вот это все, когда читаешь и опять кем это зафиксировано? И это опять-таки теми же источниками, это еще при помощи, ехали, именно при помощи этой гнилой системы, все равно работая здесь многие нам переводили. И те же, та же 9-я честь Анжибалакова, но дитя обработают, джабухин, переводили здесь, именно в советское время тоже переводились там втихаря, или как-то они там, то есть их пропихивали под видом там другой литературы, то есть на каких-то там, где там ставили печать одобрения, там цензорные печати ставили, там как-то их протаскивали, невидимым образом, но они все равно выходили. Выходили книги замечательные о Владимире Убушаеве, про Сибирь, про ссылку, и Давид Никитич писал сколько замечательных вещей. Но, конечно, для многих это было не настолько обесценено, все были рады, слава богу, что Сибирь закончила, и вот это немножко не очень такая хорошая позиция, которую я поддерживаю, как моя уваженная бабушка, моя муни-кнутая эйди, Убушаева Мария Михайловна, 40 лет отдавшая труду колхозу Каспийц в Лагане, и мой дед, который 40 лет в этом же колхозе работал главным механикзатором, Борис Гидрикыч Убушаев, вот они всегда говорили, что вы жалуетесь, что вы жалуетесь, вот, а, сен-сак-дэна, вы даже не видели, вот, а, сен-сак-дэна, я работаю, я работаю, я работаю, зачем вы мне указываете, что мне делать, почему вы мне указываете, что мне делать, почему я не имею права высказать свое мнение и поддержать мнение народа сегодня, тем более для того человека, который нам говорит о конституционных нормах сегодня, нашей молодежи высказывать. Поэтому, дорогие друзья, тут речи нет, и вы не воспринимаете, что вот все эти эфиры выходят только ради того, чтобы там, сейчас многие просто могут подхватить это и сказать там, вот, это все они в Америку, хотя свалить, я сразу как заявляю, говорю, никуда я сваливать не хочу, у меня есть желание жить здесь, зарабатывать, мы могли бы с супругой давно уехать в Питер, там нормально работать, получать там свои зарплаты, я мог открыть там звукозаписывающую коммерческую студию, не записывать эти помыцкие оранжевоки, за гроши здесь для наших Холингу, за 3000 там какие-то, а делать легкие детские песенки для каких-то музыкальных программ, получать за это там гораздо больше, то есть, но, понимаете, как бы, это уже мое, это мой выбор, это мое желание, как бы, мне нравится эти делать, мне нравится именно этот вклад, здесь тоже какой-то, оставлять здесь след, именно в Калм крови, именно здесь, потому что, вот я соглашусь с некоторыми капитациями, что наша земля здесь, если в Калмordre все рассеять, тогда уже ей все, и это сковоросеются, понимаете, у нас сегодня, потому что именно с теми яами, ими, нужно иметь друзья, мне сказали, что, холин гуд, вот они, когда я меня послушали, я сказал эту речь на калмыцком языке, они все плакали, когда я говорю, они плакали, еще ну хотя я сам тоже вчера в эфире до себе позволил на растрогаться но у меня была причина другая здесь у нас народ стоял на сам в полу слеза да а там вроде бы казалось такая встреча радостная здесь радоваться на холлимут объединились на столько лет не столько они плачут меня слушать у них глубокое чувство вины за то что они нас здесь оставили именно они потому что мы именно остаток они ушедшие туда и расценивать его уход давайте не будем уши хана сейчас давать оценки мы не кто чтобы давать и судить за это мы не жили в то время мы не знаем что это было какой выбор тяжелый раз напал на именно науши хана на сына дон дока на нашего дом до даши на тот момент молодого хана которым было там 21 год сего может его вельможи китайские там его может быть как его сбаламутили ничего я не буду говорить единственное я скажу что эти люди когда я говорил на чисто калмысском языке они плакали они говорили я не могу победить как шоу что столько лет прошло уже больше там 300 лет как мы ушли и до сих но я и не могу победить они говорят я не могу победить сибирь была в война была все было вас и революция была и к дэнда ходит и где-то потом советская машина это которая потом 90-е бандитизм и до сих пор они придумали мы вообще думали халмут это уже все балдер мод уже смешались и но ты приезжаешь ты чистый калмык и ты еще говоришь на чисто калмыцком языке до сих пор я не плачет они как такое возможно как такое возможно насколько силён халмык и они уже отделяют наших как отдельно я говорю потому что мадын мадын торгут беше и мадын халмут мадын тех ирцын которые еврея халхар йогдик уже мадын еврея замкар и мы сегодня делать что хотим и говорить как хотим и никого не боятся и не боятся вот этих монголов я вообще не понимаю сейчас многие халмут которые говорят ой не говори халмут халмут хамдин беше кица а сами большинство из них на калмыцком даже тас кельхши я не понимаю они еще учат других людей а у нас калмыки начинает сразу вот они монголов наслушались у монголов в их грамматике и фонетике это звучит так что это в прямом смысле как получая удовлетворение типа я удовлетворился но они это воспринимают то есть после там каких-то любовных у тех как они тогда трактуют типа это говорят женщина когда там она якобы после каких-то любовных это 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 болит или почему у нас у нас это совсем друг по другому означает это как в украинском и русском языке бывает одно слово там какой-то русские смеются там такими-то украинскими словами хотя у него глубокое значение она просто в русском языке привыкли что она стереотипно звучит так и опять-таки у нас извращает многие калмыцкие слова которые нам митинг вышли они санамы диван таки говорят лежат без денег и санамы идет к санамы типа спокойно уверенный хладнокровный в любой ситуации который себя типа там сдерживать нормально не проявляет эмоции там идти пойму все пофиг это типа калмыцкая такая вот эта черта ее извратили из нее сделали негативно ведь раньше у кого-то санамы это считалось достоинство это считалось как санамыр который в любой ситуации как не случился он хладнокровный четком авария как мужчины как тестостерон срабатывает во время аварии у женщины почему у них выше аварийность потому что у них нет тестостерона это такой выделяется да гормон в мозг он не дает как бы паники как бы сработать сразу все только холодная мысль холодный расчет и он сразу все равно больше допустим вариант что мужчина сможет холоднокровно не закричая не закрыть глаза вырулить ситуацию и спокойно остаться то есть шанса выжить в аварии больше мужчины потому что у него есть тестостерон это на этой рассчитана что мужчина должен экстримальной ситуациях действовать это же самое я хочу сказать то что мы калмыкии должны вырабатывать иммунитет против чего мы должны будут нас не должно было уже существовать не должны были уже существовать но мы до сих пор есть и здесь есть и калмыки есть поэтому все относительно и я моё мнение что нет там где хорошо где лучше и здесь люди живут и здесь люди договариваются. Единственное, что сейчас так просто цагэ имэ. Цагэ тимэ харунгу. И он так ехаля монах охлачут Кирсан Николаевич, Алексей Маратович, Батуй Сергеевич. Вот там монах халингу келэн тазме тхше. Вот там даже сур тхше даст тхше. Даже у них нету малейших попыток его выучить. Там иногда хотя бы прикидывать где-то при встрече хотя бы раз-раз. Потому что это проявляется и халингу бас и егдым. Я когда куда не прохожу, я говорю раз-раз халинга что не скажу, и люди там нет, чтобы там хотя бы сказать, да, там или там уга, хотя бы сказать уга. Но все равно проявить уважение сказать уга. Нет, они мне говорят, а я не понимаю, колумбецкие, а ты можешь на русском говорить? Переведи, пожалуйста. Мне еще это присутствие других народов. И я вот тебе помните, я говорю, ситуация с женой мы всегда бывает ругаемся, потому что у нее иногда бывает. Я специально разговариваю, а у нее вот как сказать, запрограммированная жизнь, она все понимает на колумбецком, отлично понимает. Но вот раз, у нее все равно ответ на русском. И мне стыдно в этот момент. Ну, перед другими мне стыдно, это как получается, это как будто бы неуважение. Но я знаю, что она уважает роли культуры, но она просто забывается. И вот эта зазобывчивость, она сегодня повсеместно среди всех. И это при всем при том, что все себя сегодня кричат. Вот как дочка моя кричит, они все кричат говорят. Если вы обращаетесь к калмыскому языку, если вы задеваете такие чувства людей, как патриотизм, как отношения калмыскому языку, если вы играете на этих нотках языка, любви к языку, якобы вы там свое позиционируете себя как сторонниками и так всему. Ях джахнч, ях джахнч, ях джахнта. Почему вы не продолжаете это все? Это все просто опять тоже для картинки, для вот этой, типа мы там калмыки, я калмык. Я не понимаю также наравне вместе с Бату Сергеевичем, многих наших калмыков, которые все равно до сих пор сегодня считают, что утеря языка и то, что они не знают калмыскому языку, это ничего страшного. Ну поверьте, вы видите, что сегодня происходит. Я говорю, завтра придут уже расформировать нашу калмыкию, ее придут расформировать и первая у них будет причина и вопрос зачем вам автономия? Что мы будем говорить? Что? Скажите мне сейчас, пожалуйста. Зачем вам автономия? Что первое, чтобы калмыки в ответ говорить? Как вы думаете? Конечно будет говорить, как так? Почему? Мы ведь отдельная нация, у нас своя культура и свой язык. Где? Тогда вам спрашивают, спрашивают, где? Где ваш язык? Где ваша культура? Вы даже между собой в Корсахар общаетесь. Вот на митинге сколько человек говорил, из них все равно 70 человек. Потому что остальные не поймут. И учить язык, самое главное, не хотят. Никто не сбегает с места. Я не вижу сегодня на месте. Вот к Санану и Руджаеву обратились, что ты там молчишь? Может ты что-то скажешь по этому мнению? Он сказал, я живу по-калмыцки, никуда не лезу. Мне пацаны сказали, я хочу сказать, что значит ты живешь по-калмыцки? Ты... В каком месте вообще у тебя калмыцкая жизнь-то? Санан, ну так нельзя? И сегодня многие холингу тебя успокаивают этим. Вот вокруг никто не знает калмыцкий язык, никто не знает. Я же не виноват. Я тоже не знал калмыцкий язык, я не виноват в том, что меня не научили. Но я же предпринимал попытки к этому. Я его изучал, читал с Виталиком рядом, ходил как собачка. Что значит? А это что? А это что? А это что? Это Кельджина, Кельтая, Кельтая, Кельтая все равно. Все равно монгол... Монгольский клип посмотреть, понять, что там половина. Запросто. Познакомиться с кем-то монголый-язычем, с бурятом, пацаном. Обсудить эти теми схожести языка. Вообще. Я филолог там буду. Я знаю уже различие. А диалектический... Бурят, Кельдая, 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 Кельдая. И они не заметили, потому что... Бахчуцы, Дурют, Кельдая, 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 Кельдая. Мы там сделаем Тургуды, там что-то пытаемся. Мы говорим там. Но Среди Тургуды все равно поменьше. Особенно в наших районах там. Потому что очень много русских, много казахов, там больше все равно такая... Милитарит, как она межнациональная зона, там немножко стирается эти уже... Как в городе тоже, да? И я в тех районах уже хорошо, что там есть компактное Арваны, где он проживает. Это все равно, что в Лагане вот есть Джалыково. Это вот такой Лагане, на мой взгляд, единственный анклав калмынского еще живого, какой-то культуры, где еще что-то сохраняется. И слава Богу, что моя мама с Джалыково, я постоянно все детство проводил с Джалыковым, там, нахтечто там, эльчикин бьюгает, на речку, там, речку, там, тоже, вот это все. Вот это МД Халюкерин всегда был у меня на слуху. Поэтому немножко, а Элгань остался там, акцент остался. Да, и вот такой момент тоже, да? Многие из нас рассуждают, как будто нас миллион действительно. Какая разница там, а кто? Я, допустим, да, я ничего не имею против там балдыров, как сегодня, да, балдыризм, но я против балдыризации, я вам открыто и честно скажу, я против балдыризации. Потому что, ну, сегодня нам практика показывает, сегодня все равно основными носителями языка и культуры являются у нас чистые калмыкики и те, у которых полноценная калмыцкая семья была. Там именно вот носители культуры и языка, это в чистокрованных калмыцкой семьях. Я не говорю, что мы лучше чем-то, но это просто практика, понимаете, ну, тяжелее, где разноконфессионная семья, я не смогу там, а вы изучаете там, можно, да, как бы, но там все равно будут, как бы, между медиа там, это туда. И вот тут сегодня пишет Эрик Максутов, я не понимаю там, что там про национализм написали, у меня папа казах. Да никто вам ничего не говорит же, что у тебя папа казах, у меня тоже друзья, у меня есть папа казах, мама казах. И все они нормально воспринимают тему о здоровом национализме сегодня, понимаете? Вы что, вот вы как раз, я не знаю, я не хочу про Эрика сказать, я хочу про многих. Мне не нравится то, что вот воспеваете там междунациональные браки там, балдырии это красивые люди, а чё, калмыки, чё, уроды, что ли? Я не пойму. Как понять вообще эти, как что за эти, что-то типа красоты, что за у вас, я не знаю, взгляды, это у вас навязанный вам тип красоты европейский, что ли, какой-то, я не понимаю, конечно, большие глаза там, зеки, а у монгола вообще считается наоборот, у кого-то считается вот длинная шея у 15, вот такая вот считается офигенная. Так что калмыки, казахи, русские все, кто живете, вы и правильно, вы очнитесь, здесь речь о чем идет, о том, что мы подняли нашу калмыкию, именно тех людей, которые продолжают делать все для того, чтобы мы продолжали называться калмыкия, а не какой-то там астраханская губерния, всего, мы в первую очередь жители калмыкии, что такое калмыкия, это там все равно, где-то